Сиквельная война отгремела. Последние из нас затихли. Интернет остывал. Вовнутрь. И собственно в этот период затишья и выкатывается призрак Сусимы. Игра с которой вроде как все ясно, а вроде как и не совсем. Красиво, но возможно однообразно. Так что же из этого правда? Сейчас и будем разбираться. На стоп гейм ру. Вообще у игры была всеобъемлющая презентация игрового процесса, после которой все вопросы относительно содержания должны были отпасть сами собой. Как говорят в этих ваших интернетах, теперь можно и не играть вообще. Тем не менее, мною с удивлением были обнаружены комментарии, где люди недоумевали относительно показанного, ожидая почему-то линейный экшен и почему-то Соул Слай. Не знаю откуда подобные мысли, может сеттинг и наличие катана как-то коррелируются с секирой или утиготановым билдом, но нет. Цушима ближе к всевозможным ассасинам и фаркраем, чем к любым околомейадзаковским творениям. Большая карта, множество вопросиков, обозначающих различные точки интереса, куча аванпостов, которые надо освобождать и разбросанная под ногами полезная мишура, на которую вы прокачиваете свою экипировку. Блин, так лаконично обо всем сказал, что хоть обзор заканчивай. Ну вообще нет, я тут 20 минут понаписал, так что поверьте, есть о чем поговорить. Завязка тут знакома всем фанатам Саус Парка. Гребанные монголы атакуют остров Цушима и вступают в бой с местными самураями. Последние выхватывают феерических люлей и дружно помирают, даже без сипуку. В живых остается только подконтрольный нам Дзин, задача которого теперь заключается в том, чтобы прогнать захватчиков с родных земель и освободить дядю, которого хан схватил во время битвы и держит в своих застенках. Это будет вашей задачей на первое время, потому что весь остров разделен на три части, которые будут открываться по мере продвижения по сюжету. В каком-то углу всегда находится захваченный замок, который надо отвоевать. А чтобы это сделать, Дзину нужно завербовать на свою сторону различных помощников. И это, народ, 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 сразу скажу всем наступившим брови, нет, это не как в Мафия 3 и Фар Край 5, не-не-не-не, не так. Не надо тут зачищать регионы, прокачивать полоску доверия, ничего такого. Тут ближайшие аналогии это, ну, наверное, миссии напарников из Mass Effect 2. Это отдаленно, конечно, ведь никаких интерактивных диалогов тут нет, редко разве что дают выбор из двух вариантов ответа, и это по факту вообще ни на что не влияет. Это не какие-то автосгенерированные побочки, это сюжетные квесты полноценные. И вообще здесь не заставляют заниматься никаким гриндом, можно даже дополнительные задания не выполнять, идти чисто по ходу основной истории. Правда, будет тяжело без прокачки, но это если только на максимальной сложности. И то тут скорее все зависит от ваших рук, нежели от уровня шмота. Хотя про это мы еще поговорим. Как вы поняли, от истории тут откровений ждать не приходится, да и явно в планы разработчиков не входило создать что-то необычное, провокационное и внезапное. Наоборот, черпая вдохновение из самурайских фильмов и легенд, они явно хотели создать просто свою собственную историю, максимально понятную и даже знакомую, за которой просто будет приятно наблюдать, пускай и с некоторыми особенностями. Это касается как основной сюжетки, так и побочных ответвлений, связанных с историями ваших товарищей. Я уж молчу про кучу всевозможных мимопроходных задач от местных жителей в духе «Ой, враги сожгли родную хату, корову увели и помоги». Есть и уникальные, например, по поиску проклятого лука или же про лес призраков. Не переживайте, мистики тут почти нет, это скорее так, легкие намеки. Просто вот эти задания хоть как-то выделяются на фоне спасательных побочек, которых к сожалению много и все они очень однообразные. В конце все заканчивается убийством толпы монголов. Хотя это вообще основная составляющая игры, про которую конечно же надо рассказать. Основное оружие Дзина – это меч, и с ним вы будете ходить всю игру, менять его нельзя, только скины разные накидывать. Как это герой делает, оставим за кадром. А уж про применение меча и вообще говорить, ну если честно, даже и не хочется. Не потому что боевка плохая, не, а потому что она настолько знакомая, что мне кажется, я за всю свою карьеру на субгейме уже 20 раз, если не больше, описывал эти механики. Ну вот у нас слабый удар, вот у нас сильный удар, вот блок, вот уворот. Если блок держать, то урон не проходит. Если успеть нажать в момент вражьего выпада, то можно сделать контратаку. Есть сильные тычки, которые нельзя блокировать, от которых надо уворачиваться. Ну и сверху на это все накидываются различные виды расходников и стрел, которые мы, ну, расходуем и стреляем. Обычная стрела, тяжелая стрела, горящая стрела, взрывающая стрела, отравленная стрела. Вот это вот все. К этому добавьте еще колокольчик, который отвлекает врагов, когда вы в стелсе, кунаи, которые бросаются и оглушают противников, дымовые бомбы, позволяющие быстро скрыться, ну и взрывающиеся бомбы, которые, угадайте, как работают. Да, они взрываются. Молодцы. Стоит разве что заострить внимание на некоторых особенностях. Потому как бить врага в лицо нормально нельзя, почти все удары блокируются, так что приходится либо пробовать атаковать со спины, что редко выходит во время боя, либо ловить на контратаках, что тоже не панацея, так как некоторые приемы не отбиваются. Но есть и третий вариант, это оглушить на время врага, заполнив ему полоску своими сильными ударами. Тогда он будет несколько секунд приходить в себя, ну а вы сможете сделать с ним все, что захотите. Вот только противники-то разные бывают, кто с мечом, кто со щитом, кто с алебардой, кто ну просто жирный. И если полоски у мечников заполняются за 2-3 удара, то вот у щитовиков за 8-10. С чего такой разброс? Да потому что каждого такого врага надо бить из определенной стойки. Всего их 4 и открываются они по мере исследования мира. У каждой есть названия, но я их озаглавлю просто нижняя, верхняя, левая и правая, как они собственно расположены на геймпаде. Нижняя хорошо глушит мечников, правая щитовиков, верхняя алебарщиков и левая жирничает. Переключаться между ними можно во время драки, ну и да, чем-то это похоже, наверное, на НИО. Кроме того, при блоке, увороте, нанесении ударов и убийстве у героя заполняется шкала решимости, которую можно потратить на пару-тройку особых приемов, либо на то, чтобы подлечить себя во время боя, причем моментально даже без анимации. И как я уже успел сказать несколькими абзацами выше, стелс тут тоже есть. И я тоже не то, чтобы готов про него много говорить. Идем в присядку, пролезаем в окна и дыры в заборах, прячемся на крышах и в высокой траве, атакуем сверху или же подкрадываемся сзади и быстро убиваем врага, а с прокачкой и нескольких за раз. Ну типа, серьезно, мне че объяснять, как стелс в открытом мире работает, а? Вы этого не видели никогда? Ни в какой другой игре, да? Единственное отличие, что вообще обычно скрытное прохождение преподносится как такое правильное и более элитарное. И забавно, что вот в Цусиме, наоборот, игра тебя в каком-то смысле даже ругает за использование такого подхода. Не какими-то игровыми пенальти, а сюжетно, постоянно порицает, мол это не по-пацански крысятничать. Настоящие самураи смотрят в глаза врагу. Именно поэтому в игре есть такая штука как противоборство. Когда можно подойти к воротам противника и крикнуть «Э, слышь, выходи биться раз на раз» и какая-то часть с удовольствием примет это предложение. Напоминает это чем-то отдаленно дуэли на Диком Западе, когда надо вытащить свое оружие вторым, но успеть применить его первым. Опять же, с прокачкой можно далеко не одного врага сразу зарубить таким образом. Эй, да-да, прокачка тут есть, но она, если честно, довольно номинальная и без нее можно жить. Улучшенный меч бьет сильнее, улучшенная броня поглощает больше урона, либо как-то повышает действие своих пассивок. Вот только я часто наблюдал за собой, что хожу с 5-6 нераспределенными навыками и не ощущаю того, что слаб, при условии, что проходил игру на максимальной сложности. И похожая ситуация с броней. Бьют-то все равно очень больно и поэтому ты максимум один дополнительный удар выдержишь из-за всех плюсов доспеха. А это не такое уж и большое преимущество. Поэтому и выбираешь ты себе прикид не по статам, а чисто из-за стиля. Че уж говорить про головной убор или маски, а не вообще декор в чистом виде. Единственное, что действительно ощущается, это обереги. Два больших и четыре маленьких. У всех разные эффекты. Просто руны. Ничего больше. И подобное, наверное, даже плюс, поскольку в принципе не заставляет тебя фармить себе на шмот и уровень, и в целом не запрещает проходить игру вообще чисто по сюжету. Разве что ну жизни и решимость не игнорите, а то без них реально трудновато будет. Но если вам все-таки захочется свернуть с дорожки историю, то вас встретит огромное, но не зашкаливающее количество вопросиков на карте. Помолись у святилища, искупайся в источнике, проползи по скалам к храму, потренируйся на бамбуковых палках. Ну и конечно же, конечно же, зачисти лагерь монголов, который, конечно же, тут далеко не один. Ну все как обычно. Сперва высматриваешь всю охрану, затем по-тихому стараешься кого-то устранить. Тебя замечают, сбегается пол лагеря. Ты достаешь свой клинок и начинаешь всех ра-та-та-та-та. Сжигаешь поселение или возвращаешь в него жителей. Ложишься спать, но ненадолго, потому что wake up, samurai, we have another Mongolian лагерь to burn. И ты бежишь в этот Mongolian лагерь, навстречу тебе патруль, ты дерешься с ним, потом с разбойниками, потом таки захватываешь лагерь, а за ним еще один и куча других патрулей. И да, вот в этом весь открытый мир Цушимы. Никаких уникальных и неожиданных событий в нем не встретятся. Ну разве что медведь может порой напасть, но это максимум. И монголы, да, монголы повсюду, одни и те же и в большом количестве всегда. И в какой-то момент это все может надоесть. Даже при учете наличия боссов, которые ситуацию не спасают, потому что у них полтора паттерна на всех. И тут дотошный зритель уже заготовил коварный вопрос, я его чувствую. То есть получается, что в игре ничего своего нет. Открытый мир в стиле фаркраев ассасинов, драки смесь лайтовых Нио и Секиро, стелс из любого экшена третьего лица, да и история пусть и хорошая, но опять-таки без откровений. А еще и прокачка чисто косметическая. Так, да, ничего не забыли? И да, вы ничего не забыли. И я уже знаю ваш следующий вопрос, давайте я его сейчас оглашу. Раз своего уникального ничего нет, то зачем в это играть? И у меня есть ответ на этот вопрос. Что думаете, я просто так тут 15 минут распинаюсь, да? Во-первых, ну как бы… че бы не поиграть, если подобный жанр нравится. Все-таки сделана эта игра, очень качественная и приятная. Но если вам надо прямо-таки какой-то один отличительный и выделяющий ее на фоне других аспектов, то это наверно будет… эм-эм-эм… эстетика. Эстетика. Да, все уже и так, я думаю, в курсе, что разработчики вдохновлялись фильмами Курасавы при создании. И что здесь есть даже одноименный фильтр, который делает изображение черно-белым и наносит эффекты пленки, чтобы сделать происходящее на экране под стать творением этого без сомнения легендарного режиссера. Но фишка в том, что и без этого фильтра возникает ощущение, что игру режиссировал Куросава. Причем это я даже не про заставки говорю, а прямо вот про игровой процесс. Удивительно, как при малом количестве уникальных объектов, даже при какой-то пустоватости окружения, у разработчиков получилось сделать так, чтобы каждый кадр всегда был ну просто безумно красивым. Динамика тут есть даже в статике, вот вроде ну поляна, лес, ничего такого, но стоит подуть ветру и трава начинает колоситься, листья начнут падать, деревья качаться, а накидка героя будет ловить потоки воздуха. Из-за такого количества активных двигающихся объектов я боюсь, что ютюб очень испортит качество картинки, запикселит ее. Ну что поделать, так работают видеокодеки, поэтому просто поверьте, что в живую это смотрится еще красивее. При этом в игре много абсолютно необязательных элементов, которые влияют исключительно на эстетику. Как например в других открытых мирах делают коллекционные предметы. Ну ты подходишь и берешь их, или что-то в таком духе. Как же здесь делали, скажем, с горячими источниками, что повышают максимальное значение жизни. Дзин подходит к нему, снимает с себя одежду, ну за кадром правда, садится в воду и начинает мыслить о чем-то. И вам дается выбор о чем подумать герою, после чего он произнесет пару фраз на заданную тему и выйдет из воды. И казалось бы, вот эта мелочь, она ни на что не влияет, но вот этот элемент он прямо пропитан духом Японии. Или ладно, другой пример, более наглядный. Иногда по миру встречаются настолько красивые места, что герой так и тянет сочинить Хокку. И вот он садится, погружается в свои мысли, а вам дают тему, на которую надо сочинить стих. И на выбор несколько вариантов для первой строки, для второй и для третьей. Потом Дзин возьмет и под кадры восхитительных пейзажей зачитает получившееся произведение, а взамен получит повязку на голову, которая функционально вообще не нужна, чисто косметика. И да, вот ее можно было бы просто положить на камень, и не более того, но разработчики решили, что нужно написать Хокку. И вот из этих мелочей складывается художественная составляющая игры. Когда ты просто стоишь на обрыве и играешь на флейте, когда купаешься в горячих источниках, когда скачешь по полю на плотве, когда гладишь лисичку, что привела тебя к храму. Черт, да, здесь лисички и желтые птицы ведут тебя к интересным местам. А мини-карту с GPS заменяет ветер, порывы которого указывают путь к цели. Это настолько тонко вплетенная и гениальная геймплейная механика, что в Зельде Винвейкер ее придумали 18 лет назад. Но это не важно. Главное, что это круто и красиво. Все эти необязательные элементы добавляют какой-то глубины игре. Когда ты просто ради личного удовлетворения кланяешься поверженному сопернику. Или наоборот пренебрежительно смахиваешь его кровь с катаны. Это ни для чего не нужно, но это настолько круто, что ты будешь каждый раз заниматься этим просто потому, что это красиво. Ну и для полного погружения, конечно, стоит забыть про русскую озвучку. Не потому, что она плоха, а потому, что настоящие ронины играют только на японском. Да, промелькивала новость, мол, коварные филологи подметили, что текст в меню выполнен будто машинным переводом с английского на самурайский. И мол, а вдруг и в самой игре такое же качество. Ну что ж, тут, во-первых, вроде как филологи из конкурирующего клана сказали, что все там нормально, просто по другим правилам сделано. Во-вторых, в Цушими же есть полноценная озвучка, и вряд ли японские актеры могли зачитывать промтовские переводы с углепластиком и охлажденным траханием. Ну а в-третьих, вам не все ли равно? Вы же в итоге не поймете, правильно там говорят или неправильно. Главное, это просто аутентичное звучание сурового самурая. И все. Так что вот, сейчас я перечислил главный аргумент, который вы хотели услышать. Это художественный подход в игре. Это красивый мир, в котором приятно находиться и который приятно исследовать. И проникаться японским духом и стилем. А в некоторых сюжетных аспектах вообще чувствовать визуальную поэтичность, по-другому и не сказать. Да, я понимаю, что это не тянет на максимальную оценку. Да вы сами слышали, я довольно критично высказывался про некоторые аспекты игры. Но это и далеко не проходняк. Хотя бы из-за того, какую титаническую художественную работу провели разработчики, оживляя киношный мир древней Японии. А еще тут можно надеть корзину на голову и во всех катсценах выглядеть как полный долбак. Что тоже прикольно по-своему. Субтитры создавал DimaTorzok